Старое кимоно Ему аплодировали стадионы мира Многие дзюдоисты изучали его технику, но так и не смогли повторить Возможно, потому что он творил на татаме, создавая свое собственное дзюдо А как известно, любая копия не сравнится с оригиналом Он балансировал на острие лезвие, на грани победы и поражения Но в любом случае это было красиво Борьба – это броски, подхваты, подсады, обвивы Передние, с колена, с захватом, ну и так далее Броски Их можно исполнить по-разному Вот так бросок совершили, просто хочется, когда ты болеешь, выскочить со своего места, когда ты болеешь, пойти помочь немножко, довернуться там Значит, где-то докрутить, где-то руками сработать, хочется помочь А когда Башир это делает, ну, у него была не борьба, а по-моему, как бы я сказал, искусство, как показатель выступления Он броски не просто так готовил, он проводил комбинацию, значит, обманывал противника Имитировал явную атаку в одну сторону, проведение одного приема, а потом совершал совершенно другой, неожиданно для противника приема Он выиграл или проигрывал, он всегда был в атаке, он задний ход не включал Он всегда верил в проведение И все, что происходит с ним, уже кем-то предначертано, предопределено И нужно только следовать указаниям судьбы Однако спортивная судьба совсем не часто баловала Башира Вараева своей благосклонностью А порой и вовсе отворачивалась от него в самый нужный момент Так было, к примеру, на первом для него чемпионате мира 1987 года в Эссене Тогда, уверенно пройдя все предварительные схватки, Башир в финальном поединке встретился с опытным японцем Хиратакой Асада Финал Это всегда максимальное напряжение Поединок равных в искусстве борьбы соперников Здесь многое может решить активность, желание победить Это, как говорится, в идеале Если в ход поединка не вмешиваются сторонние силы В дзюдо они чаще всего принимают облик судьи на тоталь За 15 секунд до конца встречи арбитр объявляет ему шида Замечание за пассивную борьбу Это и решило исход поединка в пользу японцев Серебро вместо золота Что это? Судьба Проведение Было очень много таких схваток, которые можно вспоминать, писать о них в книге Вот, как его судили, как его пытались удержать Как не давали броски, которые он бросал Как он бросал и держал противника на спине и показывал, а дальше что? Вот, то есть это был целенаправленный человек И у него много было хороших боевых схваток Которые можно и сегодня показывать как пособие Испытать все превратности большого спорта довелось и давнему товарищу Башира По сборной СССР Владимиру Шестаку Когда-то на Олимпиаде в Сеуле он точно так же лишился золотой медали По решению судей И было это тоже в финальном поединке Так что, как говорится, собрались друзья по несчастью Хотя какое там несчастье Ведь для многих других быть в числе лучших дюдаистов Европы и мира Было бы большим счастьем Таких, как они, единицы Были времена, когда они соперничали друг с другом За место в сборной Союза В весовой категории до 78 килограмм Давно это было, лет 25 тому назад Но память спортсмена очень избирательна Хранит только то, что было важно в жизни Получилось так, что я уже был в сборной команде А тут молодежь, она постоянно обновление происходит Молодежь приходит Ну и спарринги происходят Я беру молодого парня какого-то Ну, маленький, молодой, молодой, вышли, вышли Ну, хотя понятно, что Башир, Вараев там с молодежью По-моему, там уже был призер Европы молодежи, да? Чемпион Европы был, да? Ну, не в этой категории, в категории ниже, да? В 71? Да, в 71, да В 65 я был, а потом в 71 И вот мы с ним вышли Я борюсь по-дольски Вот как я себя вспомню Вот настолько я об этом часто очень, кстати, вспоминаю Почему так происходит Выхожу, и он меня раз, шлеп подхват, да? Бабах! Я шлепнулся Второй раз стою Он мне шлеп опять Я это никак не могу Он неудобный, страшно, да? Страшно, неудобный Я думаю, как с ним бороться? И что-то так весь расстроился Я вам скажу вот точно Я уехал со сбора Больше к нему не подходил А он ко мне, естественно, тоже И где-то неделю целую А сборы там были как? Вот через неделю Следующий сбор Через неделю, следующий Я целую неделю думал Как так произошло? Я переживать начал Ну, спортсмен же внутри Как думал, проиграл? Начал на тренировке уже моделировать Да, он так стоит Думал, что с ним делать? Вот так, неудобно Раз, раз, два И прошло время Да, может быть, это он не помнит Он же помнит только, как он выигрывает, да? А проходит неделя, мы встречаемся на другом сборе Да, я под него заготовку приготовил И он опять в свою любимую стойку встал И я его тоже два раза бросил На Олимпийские игры 88-го года в Сеуле Они поехали вместе И выступали в разных весовых категориях Нет, да, на Олимпиаду Олимпийская деревня Там все знаменитые спортсмены Там иностранцы Очень интересное дело Интересно было находиться там просто Тем более бороться Бороться, как будто туманем мы там были Вот так, как будто во сне это было Шестаков смог дойти до финала И стал серебряным призером игр А Башир был действительно Как будто сам не свой Этот поединок Одной 16-й финала С американцем Джейсоном Моррисом Он провел на пределе возможностей Самое интересное, что у них стиль похож Борьбы у Вараева и Морриса Они оба такие вязкие Кто-то другой И техника идентичная Поэтому Он очень неудобен до Вараева Ничего не получалось Ни одна попытка провести прием Так и не завершилась успехом Это была схватка двух абсолютно равных соперников И если судьи все-таки отдали предпочтение Вараеву Присудив ему победу То это скорее дань уважения К авторитету советского дзюдоиста Тогда в Сеуле он так и не смог Показать свои лучшие борьбы И в итоге занял третье место Где-то среди этой грудой медалей Есть и та бронза Сеула Все эти потом заработанные награды Оказались в одном целлофановом пакете В 94-м Когда в Чечне Шли военные действия 31 декабря Прямо под Новый год В их квартиру попала бомба Тогда было не до медалей Кубков призов Завоеванных старшим сыном Тогда была беда Только теперь Эмма Баудиновна Собрала все, что удалось сохранить И привезла в Москву, где живет Башир Для племянника Малика Это вообще настоящий клад Он и не представлял, что у Башира Есть такое богатство Им не часто удается собраться вместе Забот хватает Отец Магомед Магомедович До сих пор занимается ремонтом Квартиры в Грозном А мама под Новый 2008-й Решила приехать к сыновьям в столицу Привезла и медали, и фотографии Которых, к сожалению, сохранилось немного Фотографии – это всегда воспоминания Башир относится к категории таких вот Людей скромных Знаете, невычурных Небохвалистых Вот, если бы это кто-то другой Имел такие титулы и звания Наверняка бы там, знаете, у нас в республике Много было таких Это был как раз период взрыва Расцвета вообще нашей национальности И много было известных таких спортсменов Они своим положением пользовались А он никогда Им тут же давали квартиры в республике Там все привилегии Все-все-все, а ему нет Может быть, ему нужно было, знаете, где-то Вот завоевал первое место где-то Да, вот на прием пойти там К одному чиновнику, к другому А у него этого не было никогда Он очень был это самый спокойный мальчик Вообще он никогда не занимался тем, чем не положено Послушный, скромный, вежливый Мы жили на боевой улице А локомотив находился рядом Где он занимался Спортом И вот он туда пошел Я ему разрешила И начал заниматься Разрешила? Разрешила Я всегда разрешала Отец хотел, чтобы он учился Меньше спортом, больше учебой занимался А я говорю, пускай с него не будет большой спортсмен Там, чемпион мира Но главное, он будет сильный мальчик Я говорю, пускай ходит Даже если не будет чемпионом Для него этот спорт всегда пригодится Я вот так говорю Мастером спорта он стал в 16 лет Поехал на соревнования И это самое Потом и в газетах И по телевизору стали передавать Что Башир стал мастером спорта Я позвонила Феликсу Петровичу, Куцелю Это был его тренер И такой довольный Он меня поздравил Говорит, Башир стал чемпионом Я ему поздравляю вас Он за собой повел всех братьев своих Потом Шарип стал занимать нестая У меня 6 лет было И вот первый раз в 6 лет Башир меня провел в локомотив Ну, Феликс Петрович После того, как мы перестали заниматься Лет 15 прошло Все время говорил Что самый одаренный у нас в локомотиве И спортсменом был Аслан Данный Он сломал локоть И после этого перестал заниматься Проходилось очень много тренироваться А это не легко вообще Ну, сейчас думаешь, да Надо было тренироваться Средний брат Шарип В буквальном смысле шел по стопам Башира Шаг за шагом преодолевая ступени мастерства Он тоже стал членом сборной СССР На Олимпийских играх 92-го года Когда Башир уже завершил выступление Именно Шарип заменил его в команде В Барселоне ему прочили Если не золото То одну из олимпийских медалей точно Но Шарип, наверное, слишком верил в победу Слишком ждал ее Утешительная схватка С чемпионом мировым корейцем я боролся За одну секунду до конца Я выигрывал Юка И дали Кей Коку За одну секунду до конца Или две секунды Из-за этого я бросил до такой степени У меня разочарование Потому что всю жизнь Именно из Олимпиады И 15 лет тренируешься И проиграл после этого Глубокое разочарование И бросил из этого цвета На скорости, на скорости Быстрее, быстрее Сборная России Лучший из лучших Для него сборная Это второй дом Если не первый Жесткая формула Жизни большого спорта Сборы, турнир Сборы, следующий турнир И так далее, и так далее По этой формуле он жил раньше В качестве спортсмена Живет и сейчас Уже в качестве одного из тренеров Сборной России Молодые дзюдоисты, конечно, не застали Башира Магомедовича В расцвете славы и сил Но старожилы команды Хорошо помнят борьбу Вараева Впервые я увидел его Именно в 85-м году Что в нем поразило Прежде всего, трудолюбие Трудолюбие И вера в то, что он делает Оно может принести какой-то результат Это касается не только дзюдо А по многим моментам Если он ставит цель Он старается достигнуть Какого-то определенного Ну, максимального успеха В этом плане Его преданность дзюдо А второй момент Ну, как бы сочетание Относительной жесткости Во внешнем еду И мягкости в поведении В общении Вот бережливость к людям Которые его окружают Он достоин был Высокого звания Чемпиона мира И Олимпиаду мог выиграть Но так вот ему В этом плане не произошло А так он борец яркий Мотивированный Такой режимщик Как мы говорим Он не позволял Беспощадно к себе относился Он, в общем-то, по силе По качеству своей борьбы Он не уступал сильнейшим Мировым дзюдоистам В весовой категории 78 килограмм Вот Но как-то не получалось У него в одно и то же время Выиграть у всех Он по очереди В разные времена Выиграл всегда у сильнейших Вот А на чемпионатах мира Как-то то На чемпионате мира В Белграде Где блестяще выступила Сборная команда Еще тогда Советского Союза Он заболел с температурой Боролся Потом и судьи к нему Как-то Не хочу сказать Что явно его тормозили Но симпатии К нему не испытывали Это тоже не было важно Потому что была такая была система Определения победителя По решению судей Когда нет оценок Где явно кто-то выигрывает То редко когда Эта удача склонялась В сторону Вараева Всегда как-то он проходил мимо В 1989 в Белграде Когда Вараев окончательно Заменил Шестакова В сборной страны Он совершил вторую попытку Покорить мировую вершину Его главным соперником На пути к Егисталу Вновь был японский дзюдоист На этот раз Тацута Мачида Наученный горьким опытом Башир был настроен Только на чистую победу Бросить японца так Чтобы ни у каких судей Не оставалось сомнений В его победе А теперь смотрите Вараев берет захват И проводит классический Учимата Бросок с подхватом Конечно это японка Это понимают все И зрители И тренеры И даже Мачида Вопросительно Смотрит на судью Но Тот даже не останавливает схват Наверное Тысячу раз Специалисты Потом Просматривали Этот фрагмент И все Единодушно Признавали Что это была Действительно Чистая победа Поединок Продолжался Он скорее По инерции Боролся Атаковал Защищался Но в какой-то момент Понял Что судьи Просто Не дадут ему Выиграть Что бы он ни делал Такое может Сломить Кого угодно Но Фаталист Вараев И это Поражение Принял Философский Он продолжил Борьбу И смог В итоге Завоевать Бронзовую Медаль Мачида Стал вторым Проиграв В финале Корейцу Ким Бинг Джу Вот такая Хорошо знакомая Нашим Дзюдоистам История Да Он не всегда Побеждал Но всегда Даже в проигранных Схватках Его борьба Была яркой Захватывала Зрителей Есть ли сегодня Такие мастера Пока нет Пока такого не было Как вараев Такого не было Раньше Его были Вот Но Такого блеска В борьбе В захватах В понятии Дзюдо Не было Такого не было Потому что Это Самобытный спортсмен Со своим Я И со своим Захватом Допустим Если кого-то Спросить Варави Это конечно Возьмет Не оторвешь Я думаю Что если бы Такого борца Мы сегодня В сборной имели Я думаю Мы не один бы Стол накрыли Тренеры Мне кажется Так я извиняюсь Что я так Ну Такое сравнение Привел Но Сейчас просто Даже подумать Страшно Что Вот завтра Такой борец Появится Вот Есть много Хороших Ребят Но они Никак не раскрываются Никак Ждем И никак Не получается Казалось бы Четырехкратный Чемпион Европы Призер Чемпионатов Мира И Олимпийских Игр Сегодня Таких Как говорится Раскручивают Но знаете Как это бывает Просто Живет На свете Человек Как миллионы Других людей Делает Своё дело Изо дня В день Из года В год Не занимает Высокие посты Не нажил Большого капитала Не мелькает На телеэкране А настоящих Друзей у него Больше Чем у любой Поп-звезды Он душа Любой компании Может Всё дело В этой Обаятельной Улыбке Возможно А скорее всего В характере В какой-то Природной Мягкости И доброжелательности В немногословности И сдержанности О себе Он не любит Говорить Зато Окружающие Говорят О нём С удовольствием Всё, что он делает Он делает Осознанно И он не хочет Заниматься Какие бы дивиденды Не приносили Известно Его бы В Чечне Свободно Избрали бы Депутатами Государственную Думу И там Законодательные Органы И там Наверное Возглавил бы Сквор Потому что Он авторитет Не уважает Всего За его скромность За его преданность За его желание Всегда прийти на помощь Там, где он нужен Кто нуждается его помощь У мужчин Не принято Друг другу Высказывать Слова восторга Но Ничего, ничего Та борьба Которую действительно Он показывал О ней нельзя Не сказать На эту борьбу Мы, будучи молодыми Всегда приходили смотреть Как на события В нашей жизни И где-то Если у нас Что-то появлялось Мы говорили Вот как у Баширов Хотя были и другие Там Выдающиеся Дзюдоисы Но вот так как Он был По возрасту Самый близкий К нам Поэтому Нам Всем хотелось Быть Максимально Быть похожим На него Уверенность В себе Вот он выходил Борол Я вот всегда Смотрел Уверенность В борьбе Чувствовал Вот он выходил И боролся Не переживая Я это У него У меня То же самое было Я вот именно У него Вот это взял И я ни за что Не переживал И выходил И думал Сильнее меня Никого нет Вот тут Наверное Передалось Потому что Он всегда Мне вот даже На сборах Когда еще В Беной были Я пацаном был Все время Мне говорил Сильнее нас Никого нет Они все Такие же Как и мы Такие же У них руки Такие же ноги Такая же голова Сильнее нет Главное Настроить Подвести себя Тренировками И морально Чтобы ты был готов К этому Такие встречи Случаются Увы не часто Жиль Расписано По минутам Он по-прежнему Не оставляет Надежды на то Что ему Все-таки Удастся Подготовить Нового чемпиона Мира И Олимпийских игр Тем более Тем более Что сейчас В сборной Страны Есть талантливый Парень из Чечни Саламу Межидов Весь вопрос В том Сможет ли Ученик Взять у тренера Все самое лучшее И не только В технике Дзюдо А работать Так как Когда-то работал Вараев Творить И фантазировать На татами Так Как это Удавалось Учителю Вот мы Честно сказать Вот после тренировок Еще работаем Ну Каждое утро Ну Мы же Трое раза У нас Он даже Ну Каждое утро По стадиону Мы Самый последний Заходим На завтрак Самый последний На обед На ужин После тренировки Тренирует Белград 2007 год Сидя на трибуне Он невольно Вспоминал Как боролся Здесь На чемпионате Мира Почти 20 лет назад Сегодня На татами Его ученик И сейчас Он может Стать чемпионом Европы Финал Весит До 75 Килограмм Да Есть победа Над очень Грозным соперником Давидом Кевкишвили Из Грузии Награда Цветы Аплодисменты Фотовспышки Минуты Торжества В жизни каждого Даже очень знаменитого Спортсмена Такие минуты Можно посчитать И нет счета Тем долгим часам Тренировок Изнурительной работы Которую нужно Проделать Чтобы наступили Эти короткие Мгновения Успеха А у многих Да что там говорить У большинства Они так и не наступают И приходится Довольствоваться Каким-то там Надцатым местом Жестокая правда Большого спорта Что все-таки Заставляет Тысячи людей Добровольно Отказываться От соблазнов Жизни И упорно Стремиться К вершинам Спорта Лучше Владимира Высоцкого Наверное Не ответишь На этот вопрос Кто здесь не бывал Кто не рисковал Тот сам себя Не испытал Пусть даже внизу Он звезды хватал С небес Внизу не встретишь Как ни тянись За всю свою Счастливую жизнь Десятые доли Таких красот и чудес Внизу не встретишь Как ни тянись За всю свою Счастливую жизнь Десятые доли Таких красот и чудес Мы рубим ступени Ни шагу назад И от напряжения Колени дрожат И сердце готово К вершине бежать Из груди Весь мир на ладони Ты счастлив и нем И только немного Завидуешь тем другим У которых вершина еще впереди Весь мир на ладони Ты счастлив и нем И только немного Завидуешь тем другим У которых вершина еще впереди У героя нашей программы Главная вершина Тоже еще впереди И покорить он ее должен Вместе со своим учеником Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok